Новоселы могут спать спокойно, работы идут полным ходом. В администрации состоялось очередное совещание по проблемам 7-8 микрорайона. Доброта объединяет. В гимназии номер 41 вручили ключи от квартиры трем выпускникам Томилинской школы-интерната «Наш дом». Люберчане ждут чудо. В Центральной библиотеке имени Сергея Есенина прошла первая встреча детей с главными новогодними персонажами. А теперь обо всем этом более подробно. Игорь Кахан оставляет пост заместителя главы администрации города Люберцы, министр правительства Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому аварийному жилью Александр Коган подписал приказ о назначении его на должность своего заместителя. Игорь Кахан и проработал в администрации Люберец ровно два года. Во время его работы был утвержден генеральный план развития города Люберца до 2035 года. Утверждена программа по реконструкции микрорайона 35Ж по улице Кирова с расселением семей из Ветхого жилого фонда. Проведены публичные слушания по реконструкции микрорайона 3, 3А и 1, 1А. Игорь Кахан и удостоен звания почетный строитель России, а также награжден знаками губернатора Московской области. Благодарю за труды и усердие, за полезные. Кто займет его место в городской администрации, пока неизвестно. Новоселы могут спать спокойно, а работы идут полным ходом. В администрации состоялось очередное совещание по проблемам 7-8 микрорайона. По-прежнему говорили о строительстве социальных объектов и электроснабжении. Все подробности далее. Первый вопрос на совещании строительства социальных объектов. Руководитель администрации Люберецкого района Ирину Назареву интересовала, будет ли сдан в этом году детский сад. 59-й сад идет полным ходом, хотя вызывает опасения сети, которые наружные. Просто там еще много свай бить. Не знаю, успеют, не успеют. Много еще свай. Потом там ростверки, приступили к ростверкам. Ну все это там, дорогу надо перекладывать, там довольно серьезно. По вопросам освещения в 7-8 микрорайоне, по словам заместителя руководителя администрации города Люберца Алексея Передырка, волноваться не стоит. Здесь все идет по плану. Комсомольский проспект работать будет по схеме строительства в зимний период. А в январе месяце окончательный договор на постоянное подключение будет заключен с автодором. Работы по подключению микрорайона к подстанции Руднево будут завершены к 24 декабря. Об этом доложил собравшимся представители группы компаний ПИК Игорь Фессун. Сегодня, завтра мы получим последнее согласование центральных электрических сетей. До конца недели должны получить справку о выполнении технических условий, должны получить справку о акт разграничения балансов и принадлежностей. Дальше мы заключаем договор с энергосбытом на отпуск электрической энергии. Впрочем, по словам гендиректора стройэлектросетей Сергея Зелинского, жилые корпуса застрахованы от длительных перебоев с электроснабжением. Техническая возможность их подключения к Руднево в случае исчезновения питания со стороны 122-й подстанции есть уже сейчас. Такая операция хоть и будет нештатной, но и займет и так много времени. Лилия Хайрулин, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Новый год – самый яркий праздник в году. По традиции, позитивное настроение принято усиливать пиротехникой. Однако пожарные предупреждают – будьте осторожны и аккуратны и внимательнее читайте инструкцию подобных товаров. Подробнее расскажет Михаил Мадро. Пиротехнические изделия уже давно полюбились жителям России. Петарды, фейерверки, салюты, ракеты, гирлянды являются обязательным атрибутом сопутствующим встречи Нового года. Наряду с этим пополняется и печальная статистика возгораний, пожаров и несчастных случаев. Так как же обезопасить себя, своих близких и друзей от неприятных последствий, отмечая любимый праздник? Что касается использования пиротехнических изделий, так называемых петард, фейерверков, салютов, бенгальских огней, то категорически необходимо запретить их использование, во-первых, в закрытых помещениях на расстоянии ближе 20 метров, к жилым постройкам, к зданиям, к сооружениям, у высотных домов, то есть специально отведенных для этого площадках. Что касается использования гирлянд, то необходимо, конечно, и касается пиротехнических изделий, использовать их только фабричного производства. Павел Иванов призвал не пользоваться так называемым самопалом, ведь данная продукция может в любой момент выйти из-под контроля и испортив вам праздник. Соответственно, каждый для себя должен понять, что он хочет, увидеть праздник Новый год или больничную койку, это первое. Ну и второе, конечно, внимательно надо читать рекомендации, инструкции, которые на каждом пиротехническом изделии, на каждой вот этой продукции указаны инструкции по применению. Очень часто пожары и несчастные случаи с применением пиротехники происходят из-за неправильного обращения с ней. Отдыхающим просто лень прочитать инструкцию, из-за чего и происходит ЧП домашнего масштаба. Ну, использовать надо с умом, скажем так, вот опять же открытая площадка, расстояние, на большом расстоянии от жилых строений, построек, жилых домов, объектов и, соответственно, в строгом соответствии с рекомендациями, инструкциями, которые указаны на данных изделиях. Больше всего пиротехнику любят дети, и поэтому особая ответственность ложится на их родителей, которые должны строго следить за тем, чтобы хлопушки, бенгальские огни, петарды и салюты не попали в руки малышей, подчеркнул Павел Иванов. Михаил Мадро, Роман Шишкин, Люберецкое районное телевидение. Сейчас прервемся и продолжим наш выпуск сразу после короткой рекламы на ЛРТ. Диак Грязев Братья Милославские Князь Прозоровский Александр Меньшиков Петр Третий Знаменитые имена, исторические фигуры, в разные времена хозяева земли Люберецкой. Люберцы Тайна названия Исчезновение реки Люберки Уничтожение церкви, преображение Господня и находки с церковного кладбища. Тайны и белые пятна истории Люберецкого края раскрывает Юлия Шпиль Смотрите на Люберецком районном телевидении новый исторический цикл передач «Неизвестные люберцы». Доброта объединяет. В гимназии номер 41 вручили ключи от квартир трём выпускникам Томилинской школы-интерната «Наш дом». Дружба двух учебных заведений началась пять лет назад благодаря благотворительному проекту «Город мастеров». Сделанные руками гимназистов подделки позволяют им заработать средства для поддержки сирот, чтобы те смогли обустроить своё жильё. О том, как дружба и доброта помогают жить, в нашем следующем сюжете. Сначала бурные аплодисменты, затем торжественный приём в актовом зале. И всё это в адрес директора Томилинской школы-интерната «Наш дом» Галины Первеевой и выпускниц Марии Масловой, Анастасии Романовой и Марии Павловой. Они – виновники торжества, к которому основательно подготовился коллектив гимназии 41. Вручение ключей детям-сиротам в стенах этого учреждения в этом году проходит уже второй раз. «За этот год уже четверо выпускников нашего дома получили квартиры. Это в этом, конечно, большая заслуга как и областного правительства, но прежде всего я хочу сказать, что с приходом Владимира Петровича, нашего главы, это стало у нас нормально нормализоваться». За два года гимназисты заработали порядка 400 тысяч рублей. Эти деньги пошли на обустройство квартир для детей, оставшихся без родителей. Такое начинание поддержали не только руководители города и района, но и предприниматели и депутаты. Программа обеспечения жильем выпускников специализированных учреждений и детей, находящихся под опекой, заработала в 2006 году. И с тех пор, благодаря правительству Московской области, 35 молодых люберчан справили новоселье. «В этом году нам было выделено средство на приобретение всего лишь трех квартир. Но в связи с тем, что Люберецкий район выполнил поставленную задачу в короткие сроки, правительство области забрали средства у тех районов, которые не справились с поставленной задачей, и у нас стало возможным приобрести квартиры, вот сегодняшние три квартиры, которые мы будем вручать. Поэтому Люберецкий район, скажем так, выполнил поставленную задачу, и сегодня наши именинницы получат ключи от своих квартир. Нам это очень приятно». Девочки были взволнованы и смущались от такого внимания. Благодарили всех, кто помогал им. «Хочу выразить огромную благодарность Владимиру Петровичу, Ирине Геннадьевне, Аркадию Макаровичу за оказанную помощь и подарки. И, конечно же, детям 41-й школы. Спасибо вам». В числе тех, кто оказал помощь детям, был и депутат Совета депутатов города Люберца, Мамед Азизов. Он постоянно участвует в благотворительных акциях гимназистов. «А 41-я гимназия взяла и решила маленькие, ну, необходимые троим детям вопросы. Понимаете, если мы в России просто приблизимся к каждому человечку, к каждой сироте, и внесем в свою маленькую лепту, и не надо будет отдавать ни американцам, ни финам, никому». Директор гимназии номер 41 Аркадий Маркаров вручил новоселам сертификаты на приобретение бытовой техники. Такие подарки весьма кстати к Новому году и пригодятся молодым хозяйкам. Екатерина Захарова, Валентина Верченко, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. В морозно-декабрьские дни маленькие люберчане ждут чудо. В библиотеке имени Сергея Есенина прошла первая встреча детей младшего возраста с главными новогодними персонажами – Снегурочкой и Дедом Морозом. В атмосферу настоящей зимней сказки окунулась и Ольга Чуканова. «Я Снегурочка, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте, мои хорошие!» Прежде чем перед ребятами появилась настоящая Снегурочка, в одном из залов Центральной городской библиотеки имени Сергея Есенина на протяжении получаса разгорались настоящие страсти. Сбить с толку учеников первых классов Люберецкой гимназии номер один пытался другой сказочный персонаж. «Я Снегурочка, стройная фигурочка!» Вот так началась первая встреча любимых новогодних героев с самыми маленькими жителями города Люберцы. Всего до наступления 2013 года в Центральной библиотеке имени Есенина пройдет четыре подобных праздника. Ну вот вы видели, наверное, ребята получили море удовольствия, потому что артисты, которые сегодня у нас в гостях, сумели разбудить у них кто-то. Хотела бы обратить ваше внимание, вы знаете, вот мероприятие мероприятием, но нам пришла в голову такая мысль в этом году оформить выставку «Игрушки нашего детства». И мы не ожидали такую реакцию ни детей. Дети посмотрели, отошли, а взрослых людей, они не отходят от этой выставки, потому что, наверное, она в них пробуждает воспоминания о тех елках, которые были в их детстве. Ученице первого класса Кате Лебедевой больше всего понравилась праздничная атмосфера, царящая здесь. Радостно там, весело, все танцуют, поют, прыгают. Я написал письмо Деду Морозу, я сказал себе электрическую собачку на платке. Одним словом, здесь в Доме книг в канун Нового года каждый может найти для себя что-то интересное, окунуться в атмосферу предстоящего праздника и узнать много нового. Ольга Чуканова, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. И к новостям спорта. За три месяца работы результат удовлетворительный. Главный тренер баскетбольной команды «Триумф» Василий Карасев подвел итоги уходящего года и назвал лучших игроков. Подробности далее. Баскетбольный клуб «Триумф» начал этот сезон с хороших результатов. Игроки вышли в следующий этап Еврокубка, при этом не проиграв ни одного матча. Неудачно складывается лишь турнирная таблица ВТБ, где люберчане занимают седьмую строчку. Можно сказать, в силу чего мы проиграли 3-4 игры где-то по очку, где-то, может, не хватило везения, где-то, конечно, не хватило, наверное, мастерства и опыта. Все-таки у нас довольно-таки молодая команда. И те же иностранцы у нас, молодые ребята. Баскетбольная команда «Триумф», в составе которой практически одна молодежь, по оценкам главного тренера, показывает достойные результаты. Поэтому и выделить лучшего сложно. Тут, конечно, Карасев и Валиев, то есть, ну, они уже, как бы, сложно их назвать, наверное, молодежью какой-то, да. Был очень хороший отрезок у Лазарева. То есть, может быть, вплавал опять какой-то молодости. Пока, наверное, сложно долгий промежуток времени находиться на каком-то высоком уровне. Очень рад за Кулагина. Последние игры сейчас Мехровс хорошо сыграл. На каждой игре ребята стараются выкладываться по полной программе. Одним из таких был матч, когда люберчане одержали победу над Питером, Лиманом и Вэфом. А из выездных можно отметить игру с немцами, где играла одна молодежь без лидеров «Триумфа» и оправдала надежды тренера и привезла победу домой. Мы должны играть под защиту, потому что, все-таки, наверное, на данный момент, пока класса какого-то в нападении не хватает игрокам. И самое главное – играть и выкладываться на 100%. Сейчас баскетболисты «Триумфа» готовятся к встрече казанского «Уникса». Ребята проведут последний матч в этом году, 21 декабря. Но уже 6 января в 18.00 все болельщики смогут вновь насладиться настоящим баскетболом. В этот день на домашнем паркете люберчане примут игроков ВЭФа из Латвии. Лилия Хайрульна, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Через минуту на нашем канале смотрите программу «Неизвестные люберцы». Далее эфир ЛРТ продолжит программу «Открытый диалог». Гость студии – начальник управления здравоохранением Люберецкого района Виктор Юдаев. Напомню, что свои новости из жизни Люберецкого района вы можете сообщать нам по телефону редакции 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. А также оставлять их на нашем сайте www.lrt.tv, где вы также можете посмотреть выпуски всех наших программ. В студии была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин